Первый день бытия в деревне. Вообще уже вечер. Тут был, может неделю назад, конкретный такой потоп. Впервые за всю историю этого дома, наверное. Юлия родственник перетащил вот сюда, а еще он туда. Я думаю, сейчас уже безопасно ходить тут. Ну, в смысле, что не тапнут вдруг внезапно. Вот так. Возьмите. 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 Надо как-то отсюда свалить, а то я уже без кепки. Как-то по-иному все это выглядит, лично для меня сейчас. Не то чтобы они годами на одних и тех же местах были, их потому что убирают на зиму, но все равно то, что они сменили дезлокацию, сразу начинаешь замечать, что тут вроде как дерево какое-то спилили. Возможно спилили вообще в прошлом году, может быть даже два года назад тут была рябина. Вот я знаю, что ее спилили, потому что молодая растет и внизу как бы спелена. Но когда ее спилили, загадка. Вот эта серая хренотень это как бы ловушка для рая. Соседский дом, в котором сейчас никого нет. За ним дом родственника его сарайка. Тут тоже районник. Я тут на озоне совершенно случайно, может недели две назад увидела чай из лисины, из листьев лесного ореха. подумала, что надо собрать. А потом почитаю, как его заваривать. У меня батарея разрывается, оказывается. Но я как бы ее специально не заряжала камеру, перед отправкой сюда. Да, вот тут тоже какое-то растение было, которое спилили когда-то. что-то белое такое непонятное. Ух ты, муха какое-то странное. Я сегодня уже по круговой прекратилась с соседской девочкой, которая сюда приезжает как бы на лето. Куча всяких цветов. Даже тех, которые обычно не бывают там, либо в меньшем количестве. Хочу завтра днем, может даже утром, ну до обеда, проехаться и в той степи, где машин нету. Но можно проехать, ну в смысле в той степи, где как бы вообще никого не бывает практически. Немножко набрать растений. Ходила налить всегда, но у тебя муху приблизила. Ну в чем тут у нас еще три улья. Я лишь не представляю, сколько сибирь у нас вообще ульев. Ну знаю, что там один или два были пустых. Запасливые такие, про запас. Тут у нас орешник. Слива выросла. Там карина. Ну в общем, юрга еще ее называют. Потом калина. Моя малина, которую в прошлом году я обихаживала, но практически не смогла собрать из-за погоды. А в этом году не получилось приехать. Тоже в основе из-за погоды. Ну вот не знаю, там, кстати, какое-то дерево в малине проросло в этом году. Завтра, может, ближе к вечеру. Ну во второй половине дня. Или послезавтра хочу крапиву там чуть-чуть выдергивать. Чтобы можно было в итоге посмотреть, где малина или что. И у меня сегодня случился чесночок. Там, где он уже года три, наверное, подряд растет. Каждый год все больше. И несколько ягодок. Клубники я нашла. Они как бы такие крупненькие. Но, конечно, еще зеленые, незрелые. Не знаю, я тут пять дней минимум планирую пробыть. Потому что погода вроде как вообще чуть ли не вплоть до 29 июня. Не жара, конечно, но до 25 плюс днем. И, может быть, они созреют, эти ягодки. Я их даже, может, успею покушать. Может быть, больше, чем пять дней пробуду. Мышей пока мы не поймали, ну, в смысле кот. И вообще такое подозрение, что раз у дома течет крыша практически везде, в том числе и в избе. Ну, много где, в больших местах. Конечно, не полностью такая, чтоб дырялая совсем. Но основные такие злачные места с дырками, скажем так. И, возможно, мыши не живут в таких домах. В этом году, может быть, они поняли, что тут ловить нечего. По крайней мере, мы в прошлом году много им вкусняшек оставляли. Но обычно им оставляешь, что они все равно живучие такие. Не знаю уж, как в этом году получилось. Забыла родню уточнить по поводу отсутствия мышей. Тоже вполне себе живучий. В смысле и тот, и другой попала я. Как я тут собираюсь идти, сейчас не знаю. О, комар уселся на видеокамеру. Четвертый день бытия. Снимаю второй раз. Не знаю, получится приблизить отсюда. Сегодня гуляла, но камеру забыла взять. Потом постараюсь от деревни уже с камерой пройтись. Так, чтобы их было видно. Ездила собирать экологически чистые легкие земляники. Место практически то же самое, где в прошлом году собираемся. Не только в него. Четвертый день меня попридно нет. Если тень от кепки падает так, что тень у меня уже и не видно. А нет, видно просто. Тень на глаза у меня падает, поэтому мне не видно самой. Привет снова зритель. Пятый день бытия. Чем не зажарка. Я с собой брала луковичку, половинку луковички, морковка. Тут у меня картошка покрошенная. Еще есть консервая рыбная. Еще картошка вареная будет. И сосиски у меня будут. И даже несколько клубниченок. Доехала. Духамина. Наверное. Все время забываю, тут поворот на дом или еще рано. Сейчас зайду гляну. Та самая поворотка. Огромные просто ивы. Замаскировался за деревом. Сейчас попробую немного пройти. Парник в прошлом году там же был. Я не буду близко подходить, потому что хрен знает, тут дорога такая сейчас. А я в тапочках. Потому что дожди-то тоже здесь были. Может что-то не досохло. Может потом приеду. Поближе подойду. Деревня Хамина. На самом деле это уже половина дома. Не та, которая бабушкина была. Чаповника в этом году два. Вообще он тут растет. Даже может на следующий год будет еще побольше. Первый раз вижу декорозу в виде дерева. Тут чайки истерят. Еще тут есть кипрей. Тут против солнца. Не знаю как. Видно будет или нет. Причем тут за березой как раз вот это розовое дикое дерево. Это я уже, можно сказать, почти к Степанову подъехала. Ну, ближе к Степанову, чем к Хамеру. Стучат, оказывается, видимо на другом берегу Пукши. Где развижинская Васильева. Короче, у бабушки там подружка была. Катерина. У нее была корова. Вот по этой дороге, на противоположной, другой стороне, сзади меня, Степанова здесь, вот если по дороге, я давно-давно сюда еще при бабушки ездила. Я говорила, что тут была овцеферма, кажется. Или лошадиная ферма, или что-то в этом роде. Но это надо уродни уточнить. Хочу сейчас немножко проехаться. Не знаю, успела заснять или нет. Какое-то животное было. Ну, я уж совсем дальше тогда не поеду, хрен знает. Не кабан, конечно. Может, просто собачка. Я просто не знаю, что там дальше. Намека на ферму тут вроде как-то не видно. Жалко, конечно, что я экшн-камеру не взяла в этот раз. Ну, это когда была ферма, то, наверное, вообще меньше, чем сто лет. Ну, лет восемьдесят назад-то точно. Выглядит, когда едешь на Кожевниково. Ну, похоже так. Хотя, я думаю, что тут хрен знает. Я вам вчера узнала, что деревня Котово оказывается на левом берегу. И это не напротив, ну, не поворот направо, как едешь в выдры у Грехового ручья. Вообще перпендикулярно этому повороту даже. И вроде не зона эмергенции, но надо по карте смотреть. Здесь я не буду рисковать. Может, конечно, родня как-нибудь соберется на машине в люк. Доехать. И сюда свернуть. И меня прихватят, если так получится. То да, а так как-то стрёмно одной. Стрёмно сказала Люля и поехала дальше. В общем, тут как бы следы есть. Ну, что тут такое, не знаю. Хочу сыграть на приближение. Ну, в смысле, просто глянуть. Что там впереди? Кезырек от кепки мешается. Ну, судя по всему, тут дорога уже дальше идет малая, проезженная. Больше заросшая. Ну, я здесь, я думаю, не последний раз. Может, в июле или в августе, или даже в сентябре сюда приеду. Наверное, даже лучше в сентябре сюда приезжать. Как раз нужные, может быть, травы можно собрать будет еще. Ну, и надо у родниц узнать, куда этот путь ведет. Потому что вообще путь в какую-нибудь деревню. У меня с собой только пол-литра минералки. Немножко орехов, миндаля. И сейчас уже, как бы, вторая половина дня. Ну, лучше ехать, конечно, или с утреца, или, ну, хотя бы часов в одиннадцать. В общем, не знаю, что это за животное было. Очень надеюсь, что на камеру все-таки записалось. Хоть можно будет все приблизить. На компе даже. Сам показалось, что это собачка. И тут, как бы, ну, может, какой-то путь с хозяином. В смысле, дома какие-нибудь там, дачники. Такие прокошено. Интернет тут вообще как. Хуже, чем был в разы. Ну, я немножко проверила почту. Немножко ответила даже людям, даже муссадям что-то скинула. Короче, вот этот дом, оказывается, в свое время построили специально для горских жителей. Они тут хотели разводить скот, но что-то у них не сослось. Я не свалюлю, дом остался. Вон там дом, как мне сказала моя тетя, один человек живет. Ну, зимой, видимо, все-таки один, наверное, человек. Но так тут год назад сюда приезжала на велике. Здесь была машина с людьми. Может, даже года два или три, когда на велике сюда тоже приезжала. Тут даже теленка видела. Мне кажется, тут все-таки какая-то скотина есть. Ну, как бы, для одного человека такой обширный дом с кучей всего просто. Ну, овер-странно. И там вот та тропинка, по которой я не шискнула пойти. Она, видимо, к этому дому ведет. Там где-то прудик есть. Я сейчас, наверное, уже не поеду. Ну, что, постелок почти шесть. Там вот видно какая-то сарайка. Вот то, что там это какой-то гараж. Ну, это все, в общем, крыша там за деревьями, за елками. Тут как раз этот дом. Сейчас поеду домой. У меня, конечно, с собой есть рубашечка. Я в ней сначала ехала, но было жарко. Но сейчас уже, как бы, было прохладно даже в ней. В следующий раз, когда я сюда приеду, ну, в смысле в деревню, то сюда снова поеду и постараюсь уже в этот раз, в следующий раз взять экшен. Ну, я на нее снимала, конечно, ту дорогу. Она мне даже монтировала под какую-то мою музыку. Но некоторые места хочется заснять еще и на экшен. В общем, это у нас Хамена. Здесь, я так понимаю, возможно, на том же тракторе от Прилук проезжали. Потому что дорога прокошена сюда. И у нас на днях тут прокосили тоже в деревне. Свернула на рассылку. Пока я втыкала на тот дом, думая проехать дальше или ехать обратно, Поехала машина, которая, мне кажется, тут мне попадалась. А когда я сюда ехала, вообще она стояла на перекрестке ближе сюда. И я поехала обратно. Мне что-то так стрёмно стало. А у нас принято, как бы, ну, в нашем районе вообще здесь, что в этой эрогии, что если у вас была, допустим, где-то деревня, или вы жили в какой-то деревне когда-то, бывшие хозяева, то в порядке вещей приехать, если не в сам дом войти, то просто хотя бы по самой деревне походить и посмотреть, что как стало. Но не все, допустим, это знают. Так как в Хамена уже остались дома, но именно старых хозяев, старых тех людей, кто изначально тут жил, родился, нету. Это именно уже другие там, кто-то уже перекупил у других третьих хозяева, как, допустим, ну, вот, третий, не знаю какие, вторые, третьи хозяева нашего дома. Вот отсюда, кстати, его видно. Я решила заснять с этой стороны. Это вот та вторая половина, которая принадлежала соседям бабушки. Из второй половины сделали один дом полноценный. Это уже вот вторые хозяева. Была женщина первая. Я такой еще в нем на стишок был, на стихах ру, когда я на велике еще при бабушке приехала, узнала, что там дома не осталось ничего, так половинка. А это уже вторые хозяева. Тут в прошлом году были какие-то дети, судя по голосам. Сейчас, я так понимаю, пока нету никого. Он может приезжать наездами. Это вот первый как бы дом остался, второй тот, что там вот скучно приличненько, и третий вот как раз тот кирпичный, но его уже строили позже. Так как я не знаю, как эти люди бы восприняли, но как-то несколько стремно объяснять, что тут вот родина моей бабушки. Я просто приехала посмотреть. Не все же понимают, что можно на велике человек просто приехал. Ну, без злого умысла, да. В общем, видимо, я дофига воспитанная и дофига стеснительная местами до сих пор. Ну, в общем, мне странно как-то стало, я поехала обратно. Ни разу сюда не заворачивала, но тут как бы новая дорога. Возможно, и раньше, конечно, была, потому что поля тут с ними что-то делали. Ну, тут такой вот своеобразный проекресток, и вот с той стороны тоже туда есть. Я сегодня, когда сюда ехала, ну, было как-то неудобно еще ждать там, фиг знает, когда это что еще. Вот машина с светителем была, которая сейчас мне обратно попалась. Москвичи, наверное, потому что вроде их номер. В принципе, тут Степанова половина москвичей все время скупила. Так что, я думаю, здесь, наверное, оба дома москвичи. Ну, один-то точно родственники, наверное, той хозяйки. Короче, впервые в жизни увидела, как трактор с такой особой насадкой сжирает сено. Едет и сжирает за собой сено. А потом стоит долго-долго хомячит его, щелк-щелк, и прыгает уже у него изо рта этой штуковины. Такая большая копна круглая, забыла, как их называют. Ну, сток, не сток, не сток, конечно. Ну, вот кружочек такой сеновый. Дом практически на горе. Хоть считается, что до трех лет не может быть нормальных непрятных воспоминаний, но вот у меня есть такие воспоминания, где мама, я у мамы на руках, мы стоим вот как раз на горке, вот под этой горкой. Там такой вот прудик, не прудик. То есть сейчас, конечно, не видно, потому что он за деревьями. И я пальцем не могу показать, чем приближе. Там очень короче рука. Вот там вот под горкой так вот спускаетесь. И вот был такой ручеек, не ручей, но прудик такой, в общем. У меня то воспоминания осталось, что мы на телеге на лошадях ездили. У Бабунина еще был собак сигнал, черно-белая фотка где-то есть. А тут это из Хаминова в Масеевская и обратно. Они как раз под этой дороги. И еще такое ощущение, что в Васильеве, тут за речкой как раз запухший, стадо овец есть, потому что там что-то как-то блеяли они периодически. Специально остановилась, вспомнила умное слово «скирда». Я не уверена, что это именно они. Начинаю с того перекресток, который, с поворота напротив того, на котором я была. Как раз вот это поле начинается. С этой стороны сейчас такая лужа еще была, но я как-нибудь в другой раз приеду. Не знаю, так как я собралась уже в пятницу уезжать, значит завтра уже смысла нет сюда ехать. В следующий раз, наверное, уже приеду и засниму, если там прудик этот будет. Сама налитый. Сама налитый. Это еще не... Я не знаю. Может приблизила так, что там действительно у меня перекресток начался. В общем, это у нас дорога. Тут перекрестка. Если ехать и стоять, допустим, лицом в сторону прыгу к спиной, в сторону голода, то направо поворот на Ашалаево, которое уже не живое давно уже, ну уже как бы, не знаю, есть ли деревня на карте. На Масеевское там дальше после Ашалаева идет Масеевское. Дальше Ескино. Дальше Ескино. И Гокхейно. И туда дальше между ними еще где-то Собакино. Еще что-то есть. Я раньше путала Собакино и какую-то деревню. Название забыла. А если налево, то вот как раз будет сначала Хамино. Если стоять уже спиной к перекрестку, то справа будет Хамино. Чуть подальше, где-то спустя, может километр, чуть меньше, будет уже Степаново. И Степаново будет перпендикулярно Хамино. И налево еще поворот, где я встретила какое-то животное. Что это за ужас? Что это за ад? Что это за нахрен? А это так? Углический район или Ярославский район? Хри знает, короче. Те, кто за это ответственен. Чтоб вам стало стыда. Прослое лето должны были начать делать ремонт дороги от Полуосток до Привуг. Ее уделаться за лето. Ну, полтора месяца проконетелились и начали где-то с середины июля вроде как. Если не с августа. Дорогу размывала дождями, тут была глина, тут был черное что. Ну, на дорогу, конечно же, положили большой и толстый. Сами решайте, что у каждого свои большие и толстые вещи. Короче, у Шишкина разделали черное что и видимо будет это вечно. А здесь вот такой вот трындец. Еще не считать того, что остановки на какой-то хрен, которые официально всегда были здесь на перекрестке, будут теперь туда подальше. Кучу денег туда вложили, в город. И я удивлюсь, если это сделают до конца этого лета. Сейчас, по-моему, Прилудский автобус поедет. Вот здесь вот мужа. Да. Он не думает, что надо здесь останавливаться, он фигачит дальше. А что если по времени-то вообще-то как бы тут человек должен быть подходить? Короче, вот если тут опять будет водитель этот в пятницу, то мне надо будет, наверное, за полчаса туда прискакивать. Чтобы не дай какой-нибудь черт, этот водитель мимо не проскочил. Сказочный, эфирический. Я не знаю, получится у меня одной рукой велик вести, а другой снимать. Этот сказочный рай. Гравий, мне кажется, его брали в Абхазии с пляжа у пансионата Геч. Вот примерно такая же галечка там была местами. Деревья тут все укокошили, которые как бы держали эту глину с песком. Хотя, возможно, сюда песка еще привезли. И тут, видимо, вот бордюрчик. На кой половой окон этот бордюрчик я не знаю. Особенно при таком раскладе. Что тут как бы асфальт-то еще даже жить и жить. Конечно, тут была раздолбана дорога. Но то, что они сделали с дорогой примерно так с левого берега местами до Плосток. Местами там есть кусочки еще меняемые. И то, что они начали делать с дорогой тут. И то, что деньги в 2005 году еще в Ярославлю, в Плеской области выделяли на углическую дорогу. В угличную дорогу до Прилуг. И они сели в Ярославль, потому что там было как бы лет через пять тысячелетий. Слушайте, крутая такая вещь. Оправдывать свои пролюбливания бюджетных денег областными городами. Я такое заметила, по-моему, только в Ярославле. Я ничего плохого в Ярославлю не имею. Но что-то мне как-то с годами все меньше и меньше нравится. Короче, Ярославлю очень любят деньги из бюджета цапать себе, наплевав на другие города и на другие части своей области. Короче, в 2005 выделили деньги на эту дорогу. И эта дорога начала появляться только в девятнадцатом году летом. Но она так появляется, что, возможно, будет вечный пыл кусочек дороги. От плосок до Шишкина. Ну, так. Местами сделаны на тепляпку. Он еще живой, она еще хорошая, вполне себе дорога. Я не знаю, что мешает нашему управлению. Улическому, Ярославскому, Российскому. Всей России, что им мешает. Сделать сразу полноценную дорогу. Хотя вот на девятое мая, и девятого мая. В Угличе на площади заблаток поставили. Мне кажется, дешевле положить полноценно на асфальт, чем эти все заплатки. Зато кому-то в карман потекли денежки, я подозреваю. В общем, а я тут негодуя. Я потом еще эти остановочки покажу. Люди вообще не понимают, что они такое делают. Потому что как бы два километра в одну сторону, два километра в другую сторону. И тут еще несколько метров перейти с одной остановки до другой остановки. Тут в основном пожилые люди. Не у всех есть машина, чтобы доехать. Не у всех есть транспорт, чтобы встретить того, кто приехал. О чем думает государство? Точнее, Ярославская область. В том числе, Углический район. Вообще без понятия. Вот наша дорога. Нормально это не показать, там еще машина какая-то едет. Короче говоря, туда подальше, может когда буду уезжать, и с такими работами недалеко, и будет возможность засниму там эти две остановки будущие. Поверьте, это такси оказалось. Кто-то вызвал такси по этой дороге. Машина, мне тебя жалко. Сейчас попробую тогда показать. Приблизить. Ну, там такие наметки, что не увидится скорее всего. Но, туда куда-то подальше. Есть одна остановка, и чуть подальше другая. О чем думают вообще люди, не представляю. Хотя, изначально остановка была вот здесь, на перекрестке, и вот здесь. И когда это однажды сделают, как просить водителя? Остановите на перекрестке. Вообще не представляю. Привет тем, кто, возможно, будет осмотреть вот это вот, и вы причастны к этой дороге. К тому решению сделать этот трындец. И к тому еще, что денежки куда-то уходят. Я понимаю, что в России дураки дороги. Ну, в смысле это, дороги хреновые. И когда их начинают делать, то обычно стиральная машина включается. Образная. И деньги куда-то деваются. Но о людях-то хоть иногда надо думать. Которые платят налоги. На чьи налоги вы вот это вот пытаетесь делать. Нотку позитива немножко разбавить мое негодование по поводу халатного отношения к дороге. От пушекиндоприи лук. Вот у меня тут рыбный супчик. Суп на рыбной консерве. Тут картошка. Две штуки. Морковка. Половинка луковки. И вот я сейчас покрошила еще чесночок зелененький. Кто у меня там вырос. Снова его уже много. Чуть еще-то. Ну, в общем, как-то так. Да, вот. Зажарка, которую я показывала. Там морковка с луком. Лук там прям карамелизировался. Ну, картошка я ее, конечно, так порезала, такими ломтями. Чеснока сейчас только покрошила. И вот там у меня хлебушек. У меня всякие тут растения. Телефон заряжается, и вон вообще разрядился. И чайник сейчас. Слышно, что сумик греется, короче говоря. А, да, печку же. Печку, печку, печку замазали в этом году. Игидей. Как мне родня сказала, дымить только в одном месте. Но и про то, что там дымит, должны еще потом замазать. Я, правда, еще ее не допила, поэтому не знаю, в каком месте она дымит. Потому что мне, в принципе, нормально. Ну, кто 16 градусов, кто 17 градусов в доме. И сплю я в этот раз на крыльце. Чайник у нас там. В ходу дела мы кого-то поймали на улице. Тише, я надеюсь, ты это сожрешь и обливать не будешь. Не зря я собиралась завтра пылесосить. Я чайник снова согрелся. Почему ему уже дома? Фу, на улице не сожрать бы это. Вообще, он дома сидел, пока я ездила. Я ему скажу, что максимум часа два, но получилось чуть подольше. У меня около семи домой приехала. И без десяти четыре уши уехала. Правда, как же деревенский влог, да? Без катажирующего мышь. Кстати, у нас теперь часы есть. Вот этот 37, а вот этот 38. На подошву так написано, не знаю, родственники в курсе. Короче, мои сапоги резиновые как бы живы. Но в один из них, оказывается, налилась вода с крыши. Так вот, видимо, где-то там в уголку. Короче, я решила сейчас заснять домики еще раз. Мне сказали, что или я не поняла, или вместе с проданными это посчиталось. А короче, один домик должен быть пустой. Было 12. Минус 2, 10 стало. Причем сначала я почему-то насчитала 13. Потом 11. Потом тот, который я не поняла, он оказался все-таки ульем. Ну, я потом уже дома в угличе на компьютере. Ну, в смысле, в другом доме в угличе на компьютере посмотрю. Дом тут и дом там. Дом один, дом два. Можно, конечно, утром пройтись. Но у меня еще завтра дело. Мне надо вот, я часть, может тут, конечно, незаметно разница. Я вчера часть травы всякой там и крапивы, и колючего какой-то фиговины. И забыла, как ее еще полыть, короче, выдрала. Надо теперь вон с другой стороны, ближе к сарайке выдрать тоже. Думаю, или утром, или вечером завтра делать. Вот зеленая табареточка жива. Короче, мне показалось, что вот эта вот часть, ну, наверху там магазин и крышечка. А тут как бы забыла, как называется. Ну, там, в общем, детки, матки и прочая фигня. Сама семейка челина тусит. И вот мне показалось, что там он как-то очень маленький был. Этот семейный-семейный домик. Или крышка у него была поменьше, чем тут. Ну, и я даже не очень была уверена, что это домик оказался. Вот тут вот был домик, кажется. И вон там, вон там табареточка осталась. А другая табареточка уже в пчелиной сарайке. У меня цель лично моя узнать, какой тут домик пустой. В резиновых почему? Ну, там в одном месте травой больше, чем здесь. Этот домик и тогда еще был живой. Ну, и так я что-то подумала сейчас прогуляться. Мне завтра либо послезавтра тут идти. Пытаться выкинуть мусор. Но, по-моему, там дорожка не прокушена. Вот отсюда, интересно, получится. Ну, сейчас вот пройти получается. Получится докинуть или нет? Мимо пролетела полуночная жопа с ушами. Я думаю, что получится. Ручей журчит. А, мне же еще надо лещиной. Блин, вот была сегодня в месте, где намного хуже ловился интернет, чем год назад. Год назад было 4G. Под Прилудской церковью все время была 4G. В прошлом, позапрошлом году. А вот в этом году что-то тоже 3G, но чуть более лучше интернет, чем в прошлом. Ну, 4G малюсенькая полосочка была бы все-таки в одном месте на лесенке под церковью. Короче, забыла посмотреть в интернете про лещину, про чай из листьев орехника. Ну, лестик я, наверное, завтра уже соберу. Походу, один куст все-таки укокошили когда-то. У меня тут комар пытается сожрать. Вот не помню, что это за дерево. Плодоносимое или так. Интересно, если приблизить, не подходя. Может быть, тот голубенький домик, он слой или зелененький. Ну, короче, вот тот, который приблизит сейчас неживой. Здесь мне показалось, что-то вылетало. Ну, сейчас все равно подойду. Сейчас уж гуляю тут с камерой. Если получится, то я планирую все, что тут записала, здесь смонтировать. Только, может, в один день не буду ничего снимать. В принципе, я и так тут не каждый день снимала в этот раз. Не суть важна, зато я смонтировала уже один ролик за прошлый год. Вот здесь сделанный. Да, вот здесь пчелка залетела. Он, по-моему, и был изначально живой. И тут пчелка вылетает, тает, вылететь. Будет повод придраться у тех, кто любит придраться. Привет тебе, смотри, у вас. Я сегодня твой камень читала и даже отвечала на него. Люблю таких людей. Сначала адекватная была, года полтора подряд. Потом стала неадекватная. Ну, типа того, что Лёля, ты такая страшная. Я тебя смотреть не буду. Ну, не смотри, хрен с тобой. И тут все равно смотрит. Ей, по легенде, нравились мои видео с рецептом. Потому что не знаю, правда ли, нет. Люди, умейте быть счастливыми. Особенно такие, которые, типа... Ну, спрашивают человек про ролики с озоном, про смолу пулера. Как бы в ролике и так понятно. Но, видимо, человеку было непонятно. Я человека посылаю в плейлист. Чайная коллекция, где как бы можно найти ответ. И как бы я в деревне, у меня интернет хреновый. Ну, и как бы сколько напечаталось, столько и отправилось. Но человек недоволен ответом. Человека папа болит. И человек говорит, нет, ты что, я типа буду это что-ли смотреть. Я думаю, когда мне что-то интересное, я спрашиваю, мне отвечают. И дают, допустим, ссылку туда-то, где есть информация на мой вопрос. И я получу ответ. То я, соответственно, или читаю, или смотрю. Смотря какая информация, в каком виде. И если тебе интересно, ты спрашиваешь, значит, тебе нужен ответ. Если тебе не нужен ответ, то ты спрашиваешь просто так, потому что тебе нечего делать. Ну, это уже как бы не мои проблемы-то. Я ей предложила, как бы. Ну, не то, чтобы предложила. Таких людям предлагать бесполезно. До них не доходит. Им, видимо, кайф доставляет гадить в каменты. С, видимо, умным видом. У него, по-моему, нижнее полушарие мозга на аватарке. Если я не путаю. С похожей аватаркой был другой человек еще. Но адекватный. Пчелка. Да, значит, этот домик тоже живой. Так. Ну, тут просто ЧПЖ как бы. Трава, не знаю. Можно, конечно, пройти. И в этот залетают. Может, не так часто, как и другие. Ну, давай уже. Залети куда-нибудь или вылети. Да, он залетел. Остается сосед. Сосед тоже живой. Я как раз это, периодически спрашиваю, как там пчелы. Сегодня они как-то очень быстро. Я перед уездом хотела налить ведро и выпустить кота на улицу. Ну, что, если он захочет пить, то у него целое ведро будет. Но они вот в этом районе так буянили. Что я как-то не рискнула. Так. Истается у нас этот домик. А, в нем тоже, кстати, пчелки. Ну, мы видели, что тут что-то залетает. В смысле, кто-то. Ну, в смысле, пчелка. Так хорошо, что я купила когда-то эту камеру. Почти два года назад. И она так хорошо приближает. Так. Мы тут уже все обследовали, да? Все домики. Что я на одном месте. С приближением. Можно идти к тем домам. Или ям. Так вот. Я, наверное, периодически в каком-нибудь ролике стабильно так кому-нибудь привет перед таких вот комментаторов. Если вам так не нравится канал мой, хрен ли вы тут сидите и смотрите. На этом он их не проймет. Поэтому в кавычки открываются. Смотрю, у вас кавычки закрываются. Ник такой интересный. С аватаркой в виде задницы к народу. Если не путаю. Может быть, конечно, там не задница, а лицо такое. А там мне слепой, кажется, что-то задница. Короче. Ну, мало ли у кого какое лицо. Желаю тебе чуточку умения быть счастливой, искать хорошее. Даже там, где его практически нет. Бери пример слюли. Только с меня. Не слив комменты. Ухудши. Пошли к последним трем ульям. У меня такое ощущение, что их, наверное, все-таки разрытили эти. Хотя, с другой стороны, их вроде грозились вообще спилить. Дедушка вообще-то их сажал. Я надеюсь, что в этом году будут эти орешки. Я смогу их сама собрать. В прошлом году не помню, что такого случилось. То ли их не было. То ли у меня собрать не получилось. Но как-то я осталась без орешков. Ну, вот слива за домом маленькая. Которая в прошлом году почти... Ну, там одна ягодка, чтобы была такая духленькая. Или даже не была. Или ее уже сожрали до того, как она стала быть. Смогла быть. Короче говоря, она сейчас вот более-менее в таких ягодках. Учитывая, что она маленькая. А вот эти, я так поняла, что весь цвет опал. Не знаю, сливы как яблони. Через год, ну, раз в два года плодоносят. Он тут не тянулся у меня. Это может как-то это снять. Как-то тут вообще неудачно лежит. Я так понимаю, что мои любезные сестры-братья, ну, в смысле, дети и сестры, как-то по ошибке, возможно, когда тут скашивали траву, потому что в каком-то году они скашивали и повредили его. Обрезали, потому что он длиннее был. Он доходил чуть ли не до середины этого самого крыльца. Ну, короче, можно было нормально помыться. Но последний раз, я помню, в прошлом году я мыла все вот прям за этим кустом. Я не поняла, то ли куст там вот палочка такая спилили, оставили палочку, то ли просто палочку воткнули, которая внезапно проросла. Ну, и сейчас из-за того, что тут товарищи у нас, как бы, очень экстремально мыться. Даже если 8 утра. Так. Тамара меня все пытается сожрать. Вот тут они залетают. Там их вообще то его куча. Может, последний домик у нас? Какой пустой-то? Тебя не догнала, но тут, по-моему, все полные. Надо у родни спросить. В чем прикол? Все 10 улев полные. Может, они успели один заселить, когда тут приезжали с сестрой на днях? Ну, как бы, при мне. В общем, завтра надо не забыть лещины собрать. Сейчас, наверное, уже часов 9. Оказывается, Калина только еще начала свистеть. То, что в прошлый раз на камеру снимала, когда приезжала. Тут с родственниками, а не пчела моя, сено сгребать. Это были только еще будущие цветы. Я потом подходила поближе, и она отцвела. Ну, у соседки увидела, у нее там два маленьких кустика. Ну, типа, чем-то их спрыскала огромная игру. Ничем не спрыскалась она сама по себе. Жила наконец-то внезапно. Я говорю, очень много там этого всего. Смотри, она только еще зацветает. Тут, видимо, это то, что уже отцвело. Ну, по крайней мере, приличненько, а не полтора землекопа. Я думаю, что будет Калина. Очень надеюсь на это. И я ее сделаю с медом побольше в этом году. Ну, а облепиха у нас растет в двух местах. В цветочном. Ну, вообще-то, в цветочном. И я, как бы, что они так красиво стоят. Я даже приближу. Ой. Случайно задела камеру, стряхивая комара. Короче, облепихи соберу. Хочу и наморозить. У меня там приварено. Еще не знаю, какого года стоит. Еще, наверное, в прошлой квартире перевезено. Все никак что-то не открою. Надо будет приеду открыть, посмотреть, что там. Да, может разлить по мелким тарам. Солнечко там хорошо так отражается. То есть не освещает этот домик соседский. Ой. Опять задела камеру. Что-то у нас в том конце в этот раз тихо. Машина два раза туда-сюда проезжала. Оно вообще четыре. Туда-сюда, туда-сюда. Может и больше. Но вот я уехала. Они проехали какую-то там. Приехала. Они обратно проехали. Надо ковылять в дому. Тут сейчас так заросло. Я не помню, родственники тут косили. С этой стороны. Учитывая, что тут видно сено, наверное, все-таки косили. Но учитывая, что теперь тут стоят пчелы, у меня некий диссонанс. Я не помню, как тут идти. Вот так вот смотришь, вроде все тот же куст. Еще молодняка налезла. И, кстати, молодняк. Не знаю, что тут такое. Малина выросла. Слива, не слива. В прошлом году я ее не видела. И когда обрезала малину, и когда выдергивала крапиву. И потом пошел дождь, и мне малина почти не досталась. Но вот раз оно и есть. Пчелить малины прямо. Зарастает тут все этой самой сливой. В принципе, я не против. Если у нас даже, допустим, не на этот, а на следующий год будет овер дофига сливы. Мне понравилось сливовое варенье. Мне понравилось все собирать. Варить из нее. И с зернышками, и без зернышек. Вчера монтировала ролик, и там как раз было что-то про варенье, которое я в прошлом году варила. И оно, возможно, не доживет. А как раз эти кексы. По кукпетовскому кривому рецепту. Ну, какая-то как бы лесенка из-за памятных элементов торчит. Ну, вообще как бы, когда последний раз пытались слегка покрыть в одном месте крышу. Ну, вот здесь вот я как раз это все. Вот раз я стала умнее, я научилась на своих ошибках. Я вспомнила, как меня ругали в прошлом году за оставленные пару куч крапивы, и я их вытащила. Куда? Теперь скидываем всякую траву. Ну, вообще хорошо. Если все-таки уезжу с делами, то завтра с другой стороны вечером. Вот что вот этот опалк. Я потом, конечно, у меня скучат рабочие есть. Я думаю, что это просто какая-то липучка. Забыла, что в комнате на телевизоре, который я не смотрю, либо в свое время родственники подключили BBK, и еще при бабушке фигняют, как это включать все. Теперь еще интерну сняли. Короче говоря, там есть такой же скотч рабочий. Я потом обратно приделаю этот шланг, чтобы он был как бы крайник. Вот я не поняла это дерево. Это кого-то спилили тут, потому что видно, как свежий спил. На нем что-то проросло. Или это какой-то другой столб, который воткнули, закопали. Из него тоже что-то проросло, потому что оно было где-то спирено свежее. Забыла опять в утро дню спросить. В общем, у нас все 10 улев, и все они живые. Такой из них пустой был. И был рим. Или просто он был слабый. Вот свинник кашляет. Интересно, его получится приблизить. О-ой-ой, комар живет. Я, может, его потом зацензурю. Я вообще оставлю две истории. Ой-ой-ой, комар живет. Комар не жри. У меня тут на этой руке камера. Мне, кстати, забыла у него спросить. Точнее, зайти до него и спросить по поводу, есть ли у него мята сейчас. Что, наверное, еще рано? Это у тех соседей раньше было мята. Как раз вот в этот дом, где солнышко светит. Там в одной загородке просто сама все росла мята. Ну, это мята перечная. Просто мята у нас, кошачья мята. Она у нас есть в этом саду в Угульче. У меня риса там теперь есть. Вот мне надо мяту перечную. Скажу вам тут немножко нашего жасмила, который тоже ожил, окремался. У меня вот раз получилось собрать исключительно. Ну, я как бы уже распутившихся немножко собрала. Завтра соберу еще. На чисто вот цветочков. Потому что последний раз я помню, когда получалось. Не в прошлом году, а еще раньше. В общем, раз с лерочками у меня сушилась. А тут я кое-что увидела. Я только подумала, что недоверно на следующий год ты зацветешь. А тут маленький такой бутончик. Ой. В общем, может он уже такой дохненький бутончик. Но есть еще вот бутончик. Он может быть уже будет распуститься, когда я уже уеду-приеду. Он распустится, возможно, там. Но я приеду, возможно, он уже цветет. И тут еще где-то я видела бутончик. А вон еще бутончик. Короче, два бутончика. Может еще где-то тут бутончик. Раз бутончик. Давай бутончик. Тут маленький непонятненький. Это у нас была такая дикая роза. Она вообще там была. А здесь маленькими такими росла, росла. И вот оно доросло. Марушка бы, наверное, порадовалась. Ой, там она ждет. Приближена, ну, короче, вот эти молодые ветки у елочки. И вот та, вон там она слива. Тут еще и сосна, не только елочка. Елочка, по-моему, только одна. Три сосны. Одна совсем померзшая. Не знаю, зовут или нет. И одна елочка. Самосев. Вообще, была елочка. Вон в том углу. Маме она очень нравилась. Сила никого не трогала. Там, где березка, которая тоже при маме выросла, она уже подросла такая вот в углу совсем. Там была елочка. Но совершенно без спроса. Некоторые родственники, которые даже здесь не живут, решили эту елочку спереди. Ибо якобы елочка в пожару. Хотя вот напротив дома родни этих родственников. Две вообще сосны. Огромные. И никому они не мешают. Я не помню эту елочку спереди уже после нашей аварии. Или в год ее. В общем, очень я расстроилась тогда. Вообще не люблю, когда в целый огород суются люди. Пусть даже родственники там какие-нибудь. Не особо и дальние. Без спроса. Сувайтесь в свой огород. Птичеку. Продолжение следует... 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 Ух ты, мне сегодня ведет, по-моему это кот моего деда двоюродного, когда я была у него тут как-то, он так спрятался на крыльце, что я его не заметила, только когда уже вышла с окна увидела, там были другие, котеночек и еще кошка, которая всех котят привечает, думаю что они ее дети, прикольно, второе животное попало в камеру, как я его хорошо заметила, мой дурак куда-то искал, не знаю куда, просто вчера его искала, а он на которой сарайки, то ли пчериной, то ли куриный спал, скорее всего куриный, может туда доступ свободный, ну пчериной сарайкой изначально была дедушкина мастерская, дедушки уже почти 20 лет нет, после чего бисерurgи говорил, что они живут, потому что старается необычным подцам и 9-10 putting фразовую гейтурную запах Куриный спал, который является сиднейшей запах на уголок и сейчас кmpfen фразовую гейтурная, Т Kollege, я думаю, что всеzh это любит, и посмотрите, что я тебе не смогу этоrates, и goals твоихoured от него, которые жить моря, иANS от моего кипа Martа, Кстати, сосед Боря, что раньше давал мне велик, закурил проезд у своего дома, теперь только по этой дороге, туда и обратно. В пятницу, когда поеду, на автобус пойду с тележкой, надо будет как-то его просить, как мне сказали, если он дома и открыт огород, то можно попроситься пройти через огород, потому что иначе там вообще тележку не провести будет, ибо раз он проезд закрыл, там никто, соответственно, не ходит, тропинка есть, но уже такая конкретно заросшая. И фонарь теперь у его дома стоит новый, в принципе, неплох, потому что зимой, допустим, живет в том конце только он, если кто и приезжает туда, то, скорее всего, не часто. раньше фонарь был чуть дальше, где вон та красная фигня, на столбе, как раз это был фонарь. Фонарь вышел кот, уже без мыши, кстати, мышь сожрал полноценно. Тише, ты все-таки пожрал мясо в деревне живого, свежего, пойманного, не хочет спать со мной на колеце, спит в избе. С другой стороны, так приступит вставать в избе его, пускай, потому что там корм у него, похоже, он в этот раз у меня ходит или под дом, через двор, или на улице, блоточек чистенький. Хотя я забыла ему наполнитель, но, в принципе, он в городе, иногда забыла положить наполнитель после того, как у него лоточек входит в чистый лоточек без наполнителя. Тише, к нам с тобой сегодня в этот приезд не ходили, коты, тебе морду бить внезапно. К нам наконец-то приторся гость, я вздумала, что-то не так. Но, видимо, пока я с камеры тут пошла, он уже куда-то уперся. Белый кот. Кот. А кот. Благо мой дурак сидит дома. Кис-кис-кис. Кис-кис-кис. Белый кот, а белый кот куда свалил? Кис-кис-кис. И от кака с рыбной супчики. Прям по этой фиговине шел. Я рискую быть укусанной пчелой, потому что вышла прямо эта с распушенными волосами. у меня зато этот лопух какой-то. В общем, как-то он очень быстро куда-то делся, этот белый кот. Ну, они же меня видели. Все странно, что на шестой день бытия только пришли. Кстати, соседи на машине уфинтюрили куда-то. То ли это дяди, то ли он был кот, то ли это этот. Наглый кот соседей. Я правда не знала, он у них живой или нет. Знаешь, у них котята. От кого-то. Ой, у меня как-то батарея развяженная практически. Ну, в общем, не случилось мне заснять кота. Ну да ладно. Зато я его все-таки видела. Можно было с этого с окна. У меня как бы с окна с телефона сфоткать, потому что из избы камера несколько ближе к выходу из избы лежала. У нас таки была гроза. Отрубался свет. Я обнаружила еще пару мест течи. Такое, ну еще, короче, на крыльце у входа. Мне пришлось перекантоваться с крыльца, который я так, по ходу дела, и не засняла на диванчик. А еще, пока не было света, я обнаружила гнездо. Но у меня тогда камера была вообще разряженная. Я ее подставила на аккумулятор. Ну и дома-то, может, на улице с мысля тоже можно как-то заснять. Может быть, это вообще старое гнездо. Но я тут видела птички, они летали как бы со стороны крыльца. Я не знаю, из этого гнезда они вылетали. Или просто рядом ошивались. Даже не уверена, что это ласточки. Но гнездо внезапно есть. Я варю себе покушать. То есть, что-то так сегодня оголодал. Вчера как-то особо есть не хотелось. Вообще мало как-то ела. Тут было несколько дней, когда я вообще как-бы мало ела. В день приезда я что-то хомячила дофига или наоборот на следующий день. И вот сегодня мне что-то. Уже два раза суп ела. Даже когда не было света, от безысходности грызла стручок короба. Вот у меня тут сегодня разобранный. Успела еще на гамаке посидеть. Вчера собранный теплейчик немножко. Вообще как-бы я в этот раз что-то и делами-то особо не нагружена. Больше на велике каталась, чем на гамаке сидела. Правда было пару дней, когда меня человеки соседские заставали своим присутствием. Хотя сюда вроде приезжаешь. Но как-бы надо соображать, что у других людей возможно есть дела свои. Если я к ним не судюсь, то наверное и ко мне не обязательно. Но вот не все так понимают в общем. В итоге может быть гамачок конечно высохнет к завтрашнему утру. Я успею посидеть на нем. Но я зато ролик смонтировала. Два ролика за приезд в деревню в июне в прошлом году. Еще какой-то ролик с тексами. И вот сейчас то, что сюда пишу, хочу сейчас закинуть и смонтировать, а камеру убрать. Так что наверное пока, зритель. Да, вот у меня тут две сосиски. Ибо я жуть как есть, хочу у меня три картошины варится. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok